Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня в этом видео я хочу рассказать о своих парфюмерных нет. Это те ароматы, которые я не люблю, и те ароматы, которые ни при каких обстоятельствах я не хочу видеть в своей коллекции. Этим видео я никого не хочу обидеть, и если в моем списке вы увидите ароматы, которые вы любите, то, конечно же, продолжайте их носить. Все мы разные, и это прекрасно. То, что не нравится мне, может нравиться вам, и наоборот, то, что люблю я, вы можете просто ненавидеть. Кстати, я буду рада, если в комментариях к этому видео вы напишите мне, какие ароматы являются для вас парфюмерным нет. Сегодня я расскажу вам свой список, он будет очень субъективным, и если вам интересно, то оставайтесь со мной, и я желаю вам приятного просмотра. Кстати, наверное, полгода назад на моем канале уже выходило такое видео, в котором я рассказывала о своих парфюмерных нет. И вы знаете, с тех пор те ароматы, тот список, который я вам рассказывала в том видео, он не изменился, но он очень оброс новыми ароматами, то есть мой черный список пополнился. Сегодня об этих ароматах я вам и расскажу. И давайте начнем. Конечно же, сегодня у меня нет флаконов по понятным причинам, но я вам буду вставлять картинку того, как выглядит полноразмерный флакон. И первый аромат, о котором я хочу вам рассказать, это аромат от бренда Montal, Montal Rose Mask. В прошлом видео я рассказывала об аромате Montal, Montal Pure Gold, и вы знаете, для меня они очень похожи, потому что и в том, и в другом аромате я чувствую очень потный мускус, то есть я чувствую запах пота, причем в Montal Rose Mask он настолько яркий, и такое чувство, что передо мной мужчина, который не мылся неделю, от которого пахнет просто конским потом, и он решил дальше не мыться. Он просто решил воспользоваться дезодорантом с ароматом розы, но сквозь вот этот аромат розы все так же пробивается аромат пота. К сожалению, ароматы бренда Montal и их мускус, их очень плотный мускус, я воспринимаю не иначе, как аромат пота. Ничего не могу с этим поделать, но для меня так. Напишите, как к этому аромату относитесь вы, и чувствует ли кто-то то же самое. Следующий аромат, о котором я хочу рассказать, это эксцентрик молекула, молекула 02. Вставлю вам также фото, вы знаете, в этом аромате я не чувствую ничего ужасного, но и так же я не чувствую вообще ничего. Я уже рассказывала как-то историю на своем канале, что один мой знакомый попросил заказать для него молекулу 02. Я 40 раз уточнила, эксцентрик ему нужен или молекула. Он меня уверил, что нет, ему точно нужна молекула, и когда аромат пришел, он, конечно же, был разочарован, потому что это аромат без аромата. Он отказался его забирать, аромат остался мне. В итоге, конечно же, я продала его на Авито, я от него избавилась, и я этому очень рада. Но впечатления об этом аромате остались яркие, ярче, чем сам аромат. Это правда аромат без аромата, и я не понимаю, зачем тратить деньги на то, что совершенно не пахнет. Вы знаете, я как-то пыталась почувствовать этот аромат, и порой я что-то улавливала, но, может быть, это была игра моей фантазии, потому что на самом деле молекула 02 не пахнет абсолютно ничем. Может быть, слегка при дуновении ветра появляется какой-то легкий аромат, но правда. Но духи должны пахнуть, согласитесь? Следующий аромат, о котором я хочу рассказать, это просто вершина топ моих парфюмерных нет. Мой самый главный парфюмерный кошмар, с которым я недавно познакомилась, это Франк Бакле Кокаин. Для меня это просто ужас, честно, я даже не ожидала, что настолько ярко, негативно я восприму этот аромат. Для меня это запах навоза, для меня это запах самого ужасного запаха изо рта, гнилых зубов, плюс ко всему душной, плотной сладости. Я никак не могу воспринимать это. В базе аромат становится куда более приятным, он становится даже сливочным, но, к сожалению, до базы я не могу дождаться, я просто не могу выносить этот свербящий, этот яркий, непостижимый и ужасный запах. Кто-то мне писал, что не чувствует этого в кокаине, кто-то воспринимает его как самый прекрасный аромат, возможно, на свете, но для меня, к сожалению, это так. Возможно, я бы хотела чувствовать там прекрасное, но я чувствую там все самое ужасное, и ни один аромат не раскрывался для меня вот так. Для меня это даже не духи, для меня это просто вонь, простите. Следующий парфюм, о котором я хочу рассказать, это два парфюма, один из которых я упоминала в прошлом видео. Дело в том, что в этом году, летом, я ездила в Сочи, я отдыхала на море, и, казалось бы, прекрасная погода, прекрасная атмосфера, воздух, но вы не поверите. Вот, идя на пляж, идя в магазин, в кафе, куда угодно, от проходящих мимо людей я чувствовала два аромата, и я не могла насладиться югом, я не могла насладиться этим прекрасным воздухом, потому что в воздухе пахло бокарой и пахло кирки. На пляж в такую жару люди шли в таких плотных ароматах, и с тех пор это мои парфюмерные нет, бокара всегда была моим парфюмерным нет, у меня с ней очень сложные отношения, и на данный момент ничего не изменилось, но, знаете, с недавних пор я прихожу к мнению, что, возможно, не столь ужасна бокара, сколько ужасны ее аналоги, то есть то, как ее пытаются повторить, и мне кажется, что все-таки в последнее время этот аромат как-то уходит на задний план, чему я очень рада, но на юге бокары было очень много. И то же самое кирки. Кирки — это пот, потный мускус и фрукты. Я люблю ароматы от бренда Тессана Терренсо, у меня есть Кассиопея, у меня есть Линз, и они абсолютно не похожи на кирки. Кирки — это очень плотный, очень свербящий аромат, звучание которого в южном климате, в жаре, мне кажется, усилилось максимально, и это было просто невыносимо. Следующий парфюм, о котором я хочу вам рассказать, осталось в моем списке всего два парфюма, и следующий — это Киллиан Интоксикация. Я также очень люблю бренд Киллиан, и у меня есть отливантик 2 мл интоксикации, я не думала, что все будет так плохо. Я нанесла на себя всего один пшик, но этот аромат абсолютно точно задушил меня, он был суперплотным, он был суперсладким, и я просто не знала, куда мне издеваться, я искала воздух в этой, в этой стороне. Но нигде воздуха не было, потому что кругом была интоксикация, и это правда была интоксикация сладостью. Я ждала, когда же он уже немножко выветрится, это аромат прокардамон и очень плотную сладость. Невероятно сладкий аромат. Вы знаете, я уже рассказывала, у меня была история с ванильным ароматом от бренда Монталь, что меня само от себя тошнило, я боялась, что это повторится когда-то, но это повторилось. Это было очень сладко, это было невыносимо, и теперь я никогда не хочу видеть на себе такой аромат, как Киллиан Интоксикация. И последний аромат, о котором я расскажу в этом обзоре, это знаменитая императрица. Вы знаете, может быть этот аромат не так плох, но уже у меня на нем стоит печать, и уже я не могу его адекватно воспринимать, потому что, наверное, лет 7 назад вот все мои знакомые носили императрицу. У кого не спросишь, какой твой любимый аромат, и она такая императрица. Просто все такие шалии императрицы были, что упасть не встать. Возможно, название играло свою роль, но правда, все носили императрицу, и императрица ощущалась повсюду. С тех пор я поняла, что этот аромат я не люблю, не хочу видеть в своей коллекции. Через несколько лет я делала подход к императрице в торговом центре, по-моему, в Ревгорше, но еще больше убедилась, что это не мое. Сам по себе аромат довольно-таки простой, он кисленький, фруктовый, даже легкий, но вот именно потому, что императрицы было так много, именно потому, что было так много шальных императриц, теперь я этот аромат не воспринимаю, я его не люблю. Я, конечно, не вижу в нем ничего ужасного, ничего плотного, свербящего, но в то же время это мое парфюмерное нет, это аромат, который я не хочу носить. К счастью, сейчас популярность императрицы улеглась, ее уже не так часто встретишь на других людях, но когда-то императрица была повсюду. Напишите в комментариях, как вы относитесь к этому аромату, мне будет очень интересно почитать, и также пишите, с какими ароматами из сегодняшнего видео вы знакомы, что вы о них думаете, рассказывайте, какие у вас парфюмерные нет, и я с удовольствием почитаю ваши комментарии. Как всегда, я приглашаю вас в свой инстаграм, в котором я пишу «постоя парфюмерия», и если вам близка и интересна эта тема, то переходите по ссылке в описании и подписывайтесь. Спасибо вам большое, что досмотрели это видео до конца, если оно вам понравилось, то ставьте пальчики вверх, не забывайте подписываться на мой канал, всем отличного настроения, и всем пока-пока!